Кубок Беларуси собрал не только огромнейшую аудиторию зрителей, но и веб-персон, среди которых первый заместитель председателя Ассоциации Белорусской Федерации Футбола Андрей Василевич. Вопросов в наше нелегкое футбольное время к функционеру подобной зоны ответственности у нас немало. Александр Якубовский выделил и задал самое главное. Непростое время вы пришли, согласитесь, сейчас меня не жалеете. Ни о чем? Я очень надеюсь, что я войду в число этих, тем более я могу сказать, что специалисты все отзываются, все помогают, когда возникают вопросы. Поэтому все решается сообща на различных уровнях. Я думаю, что если не все, то много у нас получится. Конечно, Николай Николаевич с высоты своего опыта стремится нас направлять, ну а мы выполнять, его заместитель я имею в виду, выполнять те поручения, которые он дает и стараемся делать все во благо белорусского футбола. Не важно, будет это женский футбол, мужской, клубный, сборная, понятно, что делаем все, что в наших силах. Я не могу сказать, что до этого футбол не был популярен, что он не шел в массы. Это самый массовый вид спорта в нашей стране, как и на всей планете. Естественно, мы хотим это увеличивать, но есть объективные, субъективные причины. Постараемся, чтобы все эти, скажем так, негативные факторы нейтрализовать и принести пользу прежде всего всему нашему футболу в целом. Не чужой Минск вам будет домашние матчи проводить в городе, ну и таких историй, в принципе, хватает. Это большая проблема для белорусского футбола? Я бы сказал, что это большая проблема для города Минска, но этот этап нужно пройти. Стадион «Трактор» закрывается на ремонт и для того, чтобы получить хорошую арену для дальнейших игр, конечно, нужно немножко потерпеть. К сожалению, не знаю, по каким причинам не получилось проводить матчи в Смолевичах, что было бы ближе и что было бы изначально по плану. К сожалению, другие газоны не совсем, скажем так, хорошо подготовлены на сегодняшний день в городе Минске. Это хороший повод задуматься над тем, чтобы, возможно, со следующего года, скажем так, выход на траву осуществлять немножко позже. В июне где-нибудь? Ну, опять же, думаю, что будет немножко по-другому формулировка в зависимости от готовности стадиона или поля. Потому что в этом году была очень такая холодная весна, где ночью было минус либо низкие температуры, и, соответственно, рост травы был незначительным. Поэтому, конечно, нужно здесь подходить, скажем так, гибко, если это можно так выразиться. Торпеда, Батэм, матч, конечно же, видели вы сегодня. Это команды-участники Еврокубков. Сильные у нас реально команды и обоймы их? Ну, знаете, у меня есть два разных, скажем так, мнения, если так можно сказать. Мнение болельщика, который уже много лет смотрит белорусский футбол. Я за каждый клуб давно болею на международной арене. Но, к сожалению, по сегодняшнему матчу видим, что не хватает остроты в обеих командах. Не хватает страйкеров, тех людей, которые будут делать результат. Хотя у Батэ и Антелевска, и Громыка, это просто, я считаю, высочайшего уровня игроки. Я имею в виду игроки нападения, конечно же. Ну и у Торпеда мы увидели и Горбачек, и Ромес. Люди, которые сегодня забили по голову. Поэтому я надеюсь, что их тренерский штаб подведет в хорошей, оптимальной форме. И эти люди смогут принести славу нашему клубному футболу. Все, что я могу сказать, что, конечно, мы будем делать и оказывать всевозможную помощь для того, чтобы клубы провели свои домашние матчи на хороших стадионах. Чтобы они имели возможность выехать и осуществить ту подготовку на тех местах, где они выберут или уже выбрали, я не знаю. То есть вы будете все проговаривать с каждым клубом отдельно, да, предпочтения? Ну, уже, безусловно, ведется эта работа. Прежде всего, на уровне генеральных секретарей ассоциаций. Поэтому, в принципе, мы уже оказываем содействие. Как у нас получится, не получится, скажем так. Кто-то хочет большего, кто-то доволен, скажем так, тем, что мы можем оказать. Поэтому каждый случай индивидуален.